Финал фестиваля «Созвездие Елду Зуйк» — международный форум преподавателей. Мы благодарны нашим зарубежным коллегам за поддержку. Сейчас ведется очень большая работа на площадке не только Казанского федерального университета, но и на площадке Карганинского госуниверситета. Запрет электронных сигарет в России. Есть случаи уже и смертельного исхода, причем это вредно не только для детей, но и для взрослых. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс» об студии Виктория Бояринцева. Порядка 350 человек стали участниками культурно-просветительской акции «Тотальный диктант» на площадке Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Организатором акции в Татарстане выступило Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан совместно с региональной молодежной общественной организацией «Центр культур и диалога» при поддержке Минмолодежи и Миноборнауги Республики Татарстан. В культурно-спортивном комплексе «Уникс» стартовал финал ежегодного фестиваля «Созвездие Елдызлык». Подробнее расскажет наш корреспондент. В культурно-спортивном комплексе Казанского федерального университета «Уникс» стартовал суперфинал 23-го ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие Елдызлык». В этот раз он посвящен Году национальных культур и традиций, что откликается миссия фестиваля – взрастить новое здоровое творческое поколение на благо нашей страны. Младшие группы пока представляют народную хореографию в большей степени. Но так как фестиваль все-таки эстрадный, мне, например, очень интересно, как именно в эстрадном стиле представляются народные традиции. В этом году количество участников превысило 60 тысяч человек. В суперфинал прошли около 5 тысяч участников. Все это талантливые дети и молодые люди от 5 до 21 года, которые уже знают, что такое честь, совесть и патриотизм. Благодаря Году национальных культур и традиций, зрители и жюри фестиваля наблюдают намного больше национальных песен и танцев, которые еще не представляли на фестивале. По ощущениям нельзя сказать, я же не жюри, я танцевала. Конечно, были и минусы, и плюсы. Кто-то старался, кто-то нервничал, и из-за этого произошли некие ошибки. Но все равно мы старались. Впереди ребят ждет гала-концерт и награждение победителей. Но на этом деятельность фестиваля не заканчивается. Летом для лауреатов и победителей будет организована творческая смена на море. А позже их ждут выступления на лучших эстрадных площадках Татарстана. Кроме подарков, дети получают государственную стипендию «РАИС Республики Татарстан» и возможность поступить в лучшие творческие вузы страны. Ксения Моисеева, Александр Кузнецов, Универньюз. Совсем скоро специалисты и исследователи в области педагогики соберутся в стенах Института психологии и образования для того, чтобы обсудить актуальные проблемы в сфере образования. Подробности далее в сюжете. С 24 по 26 мая в Казани состоится ежегодный педагогический форум ФТ. На девятом по счету форуме, который пройдет в этом году, выступят ведущие специалисты в области образования не только из России, но и из Бразилии, Индии, Турции, Ирландии, Испании, Словении и Казахстана. Преподаватели обменяются опытом и предложат свои варианты повышения эффективности учебного процесса. В этом году наш форум побил все рекорды. У нас ожидается порядка 900 очных участников. И то, что касается исследователей, педагогов-практиков, которые приедут на форум, то я могу сказать, что география их достаточно обширна. Стран-участниц у нас 15, университетов порядка 170, из которых 30 – это зарубежные университеты. И также представлены порядка 120 городов Российской Федерации и зарубежья. В рамках форума будут проведены лекции, симпозиумы, семинары и круглые столы на самые разные темы. Например, одним из первых вопросов для обсуждения станет антропология проектирования педагогического образования в цифровую эпоху. В его рамках будут затронуты актуальные проблемы, касающиеся обучения в онлайн-формате. Круглый стол объединит противников и сторонников дистанционного обучения. У нас будет ряд зеркальных конференций, форума. Благодарны нашим зарубежным коллегам за поддержку. Сейчас ведется очень большая работа на площадке не только Казанского федерального университета, на площадке Карганинского госуниверситета, Инну Кузького государственного педагогического института, в Узбекистане, в Каркалпаке. И вот это, наверное, основное новшество. В прошлом году форум ФТ стал одним из самых масштабных событий в области педагогики не только в России, но и в мире. В рамках программы участники обсудили вопросы высшего, среднего и дошкольного образования. Рамиля Мухамедшина, Маргарита Михайлова, Универ Ньюс. В России полностью запретят вейпы. Они ограничат их продажу для несовершеннолетних, как предполагалось ранее. Подробности узнаете далее в сюжете. В России собираются полностью запретить вейпы. Ранее предлагалось ограничить продажу для несовершеннолетних. Однако Государственная Дума пересмотрела этот вопрос и уже готовит соответствующие поправки. Активная позиция депутатов на этот счет разная. Есть сторонники, есть противники. Алексей Куринный считает, что резкий запрет вейпов будет неэффективным. Мы получим переток из одной категории потребителей табака или никотина в другую категорию. Запрет вейпов является вынужденной мерой, ведь статистика летальных исходов за последние годы очень пугает. Взрослые обеспокоены. Среди школьников шесть раз выросла никотиновая зависимость после того, как появились электронные сигареты. Они не могут выдержать и урока беспорения. Каждый четвертый студент с электронной сигаретой. Интернет кишит заголовками о смертях детей от красивых, вкусных, недорогих никотиновых устройств. Химические вещества, которые присутствуют в жидкости для курения, на самом деле очень опасны для здоровья. Есть случаи уже и смертельного исхода. Причем это вредно не только для детей, но и для взрослых. Поэтому здорово, что мы сейчас расставляем точки над «и», и что нельзя будет их продавать, нельзя будет их покупать не только несовершеннолетним, но уже и всем категориям возрастов. Когда умирали от этих самых лейпов. Что касаемо полного запрета, я не знаю, конечно, насколько это действительно дойдет до окончательного решения. Но что касаемо именно запрета среди нецовершеннолетних, то да, так же, как и табачная продукция, так же, как и алкогольная продукция. Все это будет в одной совокупности. И за это будет предусмотрено как административная ответственность, так и может быть применены санкции уголовного характера. В отношении тех, кто, соответственно, продает или, соответственно, нарушает, будет нарушать данный закон о запрете вейпов в стиле детей. Полный запрет вейпов может вызвать обратный эффект. Внушительно уменьшится бюджет, ведь государство давно ведет работу по рынку никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов. Поступление акцизов на вейпы и жидкости в прошлом году составили 6,4 миллиарда рублей. Этот запрет точно не похоронит всех его представителей. Скорее, они уйдут в тень, где следить за их деятельностью и качеством продукции будет куда сложнее. А значит, во благо своего здоровья у вейперов еще есть время, чтобы завязать со своей привычкой. Екатерина Аскарова, Фаридзе Хитаглы, Универ Ньюс. Смогут ли казанцы и дальше посещать местные пляжи? На данный момент Волга серьезно страдает. Предприятия Татарстана разрушают состояние реки и ставят под вопрос ее безопасность для людей. Репортаж Алины Сафиной. Судьба Волги под угрозой. Что будет с рекой уже через пару лет, неизвестно. Одной из главных экологических проблем является сброс точных вод в ее течение. Волга – один из основных водоемов, где отдыхают жители Татарстана летом. На ее берегах располагаются многие популярные места для купаний, в том числе пляжи. Локомотив, верхний услон и база отдыха бережок. Загрязнения, источниками которых выступают предприятия, состоят в основном из отходов и содержат токсические вещества и яды, что делает отдых в этих местах опасным для человека. Также содержащиеся в стоках вещества ускоряют окислительные процессы и приводят к снижению уровня кислорода в воде, что негативно сказывается на всей биологической экосистеме. Таким образом, вопрос чистоты воды в Волге стоит ребром не только для экологов, но и для всех жителей республики. Предприятиям-нарушителям будут выданы предписания на устранение нарушений и приведение источных вод в соответствии предельно допустимым концентрациям. Научными сотрудниками Росприроднадзора была проведена масштабная проверка состояния Волги. Было взято 2000 проб воды и результаты оказались неутешительными. Всего выявлено 25 объектов, наносящих реке колоссальный ущерб. Среди них три республиканские организации – общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Трансгаз-Казань», территория особой экономической зоны «Инополис» и акционерное общество «Зеленодольский водоканал». Надо обязательно в местах сброса источных вод проводить то же самое реабилитационное мероприятие – и аэрацию воды, и педиатрическую выемку донных отложений, посадку растений, может быть, создание биоплаты, еще целый ряд инженерных методов можно применять. Помимо этих предприятий, вредоносные химикаты Волгу также сбрасывают и Московская, Астраханская, Нижегородская и другие области. И все же главным способом по борьбе с загрязнением является повышение особенностей общества, внедрение в предприятия технологий, щадящих качество воды и культивирование мысли, что это проблема, решение которой лежит на всех нас. Алина Сафина, Универньюз. Ученые кафедры теории относительности и гравитации Института физики Казанского Федерального университета обосновали существование странных нейтронных звезд в рамках модифицированной теории гравитации. Все подробности смотрите далее в сюжете. Столетняя история общей теории относительности Инштейна успешно преодолевала все экспериментальные проверки и очень хорошо описывала гравитационные эффекты в пределах Солнечной системы. Но в последние годы начали появляться различные наблюдательные данные и теоретические аргументы, указывающие на то, что инштейновская теория должна быть модифицирована в сильных гравитационных полях. Ученые кафедры теории относительности и гравитации Казанского Федерального университета нашли решение этой проблемы. Мы рассмотрели модели нейтронных звезд в рамках теории гравитации Хармдески, получили некоторые новые закономерности, получили очень интересные теоретические результаты и сравнили теоретические результаты с наблюдательными данными, которые получены в рамках астрофизических наблюдений. И нам удалось показать, что наша модель хорошо описывает новые наблюдательные данные. Нейтронная звезда – это компактное космическое тело, которое образуется в результате вспышки сверхновой и звезды сверхгиганта, в том случае, если масса исходной звезды недостаточно велика для формирования черной дыры. Во время взрыва сверхновой внешние оболочки звезды выбрасываются в космическое пространство, а оставшееся вещество образует ядро, настолько плотное, что электроны и протоны под действием гравитации сливаются в нейтроны. Фундаментальные исследования становятся очень важны в этом направлении. Но вот говорить о каком-то прикладном аспекте прямо сегодня – это не приходится. Наша работа и носит фундаментальный характер. И фундаментальность этого характера проявляется в том, что мы исследуем далекие астрофизические объекты. На сегодняшний день ученые Казанского федерального университета рассмотрели достаточно простую модель. На следующих этапах они планируют исследовать более реалистичные образцы, в которых будут учтены состояния веществ, в том числе и превращения. Алина Красильникова, Ленар Гизатулин, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Виктория Бояринцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин